Меня в лесу мало чем можно удивить, но то, что я сейчас вам покажу, меня с одной стороны восхитило, а с другой стороны, честно говоря, в шок повергло. У нас здесь рядом солонец, и меня интересовало, почему вдруг камера, которая там стоит, стала фиксировать выходы под осень, выходы лосей совсем с другой стороны, не оттуда, откуда они обычно приходили. Пошел вот сегодня посмотреть, и смотрите, что я обнаружил. Это бобровая плотина, которую бобры возвели фактически за лето, даже меньше, наверное. Вот. Пойду попробую показать вам ее высоту, масштабы их градостроительной деятельности. Ну, чтобы было понятно, у меня рост метр восемьдесят пять, плотина где-то сантиметров, наверное, на десять выше меня, то есть почти два метра. А раньше здесь стек маленький-маленький рычаек, 50-60 сантиметров шириной и глубиной воробью по колено. А теперь здесь море разливанное. Вот. Чтобы был понятен масштаб, камеру сниму и покажу. Вот. Видите? Это поваленные осины. Навалено тут у них целая куча деревьев. Все, что только можно, повалено. Десяток. Попробую еще на ту сторону плотины перейти, посмотреть, что на той стороне делается. Ой, как бы тут пройти-то теперь. Так, пока тут танцы можно на этой плотине устраивать. Ширина где-то у основания больше двух метров. Наверху ширина где-то... Метра полтора. Ну что, перебираемся на другую сторону. Вот высота. А был вот такой маленький узенький рычаек, как вы видите. Получилось небольшое лесное озеро. Так, ну, чтобы было совсем понятно, по пользе бобров в лесу, я вот показываю. Вот эта плотина, откуда мы сейчас с вами смотрели. Так? Вот. А это новообретенный водоем. А раньше здесь был небольшой клюкиное болотце. Чистенькое, аккуратненькое, по которому бежал рычеек, которому было... Я только этот рычей больше тридцати лет знал. Чистенький, хорошенький. Здесь даже рыбка иногда водилась. Вот. А сейчас вместо него вот такое болото образовало. Здесь же не болото, это пока что еще озеро. Озеро. Ну, а там, так как все болото затоплено... В общем, без комментариев, объяснять больше нечего. Но зато, как говорится, появилось новое место для заготовки главного ингредиента, для бобровой колбасы. Надо будет сюда почаще наведываться. И не так далеко от дома. Ну вот. Немножко о бобрах. Субтитры сделал DimaTorzok